В эфире новости Анапа-регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня выпуски. Сегодня-завтра планируем закончить асфальтирование, после этого будем поднимать люки. Новый сквер и расширение улицы Крылова. Ход работ и реализации этих проектов оценили наши корреспонденты. Каждый на своем месте должен понимать важность своей работы и отвечать за нее. 66 спасенных человеческих жизней. Итоги работы за год комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Администрация города, а также участковые берут его на контроль. Профилактика и контроль. Анапская антинаркотическая комиссия получила высокую оценку своей работы. Начнем с главного. В Анапе благоустроят еще 4 дворовых территории. Решение уже принято. Наш город на эти цели получит почти 50 миллионов рублей. Сегодня эта информация была озвучена на региональной межведомственной комиссии по формированию комфортной городской среды. В ней принял участие и глава Анапы Юрий Поляков. Подробности в нашем сюжете. Сроки реализации программы формирования городской комфортной среды продлены до 2024 года. В этом году в проекте будет участвовать 51 поселение Кубани. К комиссии отобраны более 90 проектов благоустройства, дворовых и общественных пространств, которые успели пройти государственную экспертизу до начала года. Из федерального бюджета на эти цели будет выделен 1 миллиард 863 миллиона рублей. Это уникальная возможность поучаствовать в этой федеральной и крыльевых программах, получить достаточно серьезные финансовые средства для того, чтобы свои дворовые территории, общественное пространство сделать комфортными для проживания своих жителей, сделать более привлекательными территориями государственных образований. Анапа в рамках проекта в прошлом году получила 67 миллионов рублей на комплексное благоустройство 7 территорий. В программу вошли 6 дворов и сквер-строитель в 12 микрорайоне. Сегодня управление ЖКХ отправило заявки на обустройство 4 дворовых территорий на общую сумму 49 миллионов рублей. Значительная часть 26 миллионов 227 тысяч запланирована на обновление обширной дворовой территории между 5 домами на пересечении улиц Новороссийской и Шевченко, благоустройство двора по улице Стахановской 3 и возле домов по улице Первомайской 18 и Крымской 218. Это такой приоритетный проект правительства и те 6 объектов, которые мы сделали в 2018 году, дворовые территории ожили, зацвели. Правительство дает деньги и нужно их правильно осваивать, потому что мы делаем это для людей. Еще одна территория, попавшая в программу, в Киблерово. Стоимость проекта свыше 10 миллионов рублей. На улице Желанная 9 планируют построить две спортивных и две детских площадки, обновить автодорогу за дворовой территорией. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Впрочем, благоустройство города не останавливается и вне рамок федеральной программы. Сегодня по поручению главы Анапы идет реализация сразу нескольких крупных проектов. Ход работ оценила наша съемочная группа. Улица Крылова перекрыта. Сейчас здесь начинают укладку чистого слоя асфальта. На прошлой неделе Юрий Поляков лично проинспектировал ход работ. Все замечания главы Анапы были учтены. Совсем скоро здесь будет три полосы движения, которые снимут нагрузку с улиц Ленина и Промышленной. В общей сложности на расширение и обновление дорожного покрытия этой улицы уйдет около тысячи тонн асфальта. В данный момент мы закончили метров 200 полосы. Всего полоса составляет около 600 метров. Ширина проезжей части будет после асфальтирования 11 метров. Толщина асфальта колебается от 8 до 12 сантиметров. Сегодня-завтра планируем закончить асфальтирование. После этого будем поднимать люки. Накануне на территорию возле храма иконы Божьей Матери зашла строительная техника римстроя. В конце прошлого года на личном приеме у главы города Леонид Колыбин обратился с предложением разбить здесь зеленую парковую зону. Во время рабочего объезда Юрий Поляков снова встретился с активистом. Теперь уже для того, чтобы обсудить детали. Нам надо максимально здесь. Вот здесь есть объем, где работать, все нормально. К курортному сезону надо будет сдать эту площадь. А еще лучше в районе 1 мая людям будет приятно на 1 мая. А вот вам площадка. Спасибо. Спасибо за жизненную активную оппозицию, что вы нам помогаете. Будем делать, будем наш город улучшать. Сказано – сделано. Коммунальщики уже завезли материалы, согласовали документацию и приступили к реализации проекта. В настоящее время на данный объект завезен поребрик, завезены инертные материалы, произведены земельные работы, выемка грунта, подготовка основания под установку поребрика. В настоящее время трудятся две бригады в составе 10 человек. После укладки плитки здесь будут установлены урны и лавочки, а также высажены деревья. Жители близлежащих домов внимательно следят за ходом работ. Наличие собственного зеленого сквера особо радует молодых мам и людей пожилого возраста. Да это не то слово, как мы довольны. Все довольны. Все вот увидели, что здесь делается. И вообще, представляете, нам здесь будет где выйти, походить, погулять, посидеть. А что нам еще нужно пенсионерам? Также продолжаются работы по расширению улицы Ленина. Часть дороги уже готова к асфальтированию. Все осложняется наличием большого количества коммуникаций, которые расположены в этом месте. Однако есть задача, которую необходимо выполнить. Завершить все работы к началу курортного сезона. Руслан Душевский, Анапа, регион. Ну и вполне закономерный результат. Она поставила лидером турпотока среди курортов Краснодарского края в 2018 году. Исследование провели специалисты аналитического агентства Турстат. В прошлом году в Анапе отдохнули почти 4 миллиона человек. Чем город-курорт привлекает туристов? Наши корреспонденты узнали мнение гостей и местных жителей. Детский курорт, море неглубокое, всегда теплое, комфортно купаться, отдыхать. Песочек для детей, много санаториев, оздоровиться можно. Потому что уникальный климат, море, песочек. Мы в июле здесь были, с внуками загорали, купались, отдыхали вместе. Ну, наверное, нравится людям здесь отдыхать. Я местная здесь, поэтому я живу очень долго здесь. Мне нравится в Анапе спокойно, хорошо. Для детей море хорошее, теплое. В отличие, допустим, от Балтийского моря, оно намного теплее здесь. Поэтому люди приезжают, отдыхают. Ну и спокойно все-таки здесь в Анапе. По сравнению даже с Краснодаром здесь намного легче живется. Я считаю, что море притягивает всех. Тем более, ну, летом, конечно, из-за детей едут сюда, потому что берег мелко. Хорошее обслуживание, прекрасное питание, медицинское обслуживание хорошее. Я довольна. За благополучимой безопасностью в Анапе стоит большая системная работа. Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подвела итоги за год. О цифрах, фактах и планах в нашем сюжете. Более 300 выездов для проведения аварийно-спасательных работ совершили в прошлом году сотрудники службы спасения и Кубань-Спаса. Было спасено 66 человек. Обеспечено оперативное реагирование на 74 штормовых и экстренных предупреждения. Помимо этого проводилась и масштабная профилактическая работа. Всего выявлено в 2018 году было 376 аттракционов, из них зарегистрировано 340. Организовано оперативное реагирование на выявление нарушений действующего законодательства. Результатом проведенной профилактической работы явилось отсутствие в 2018 году травматизма. В целом за весь 2018 год на территории Анапы не было допущено ни одной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. В целях предупреждения подтопления территории города-курорта проведена расчистка русел рек Анапка, Гастагайка и Суко. Расслабляться нельзя. Необходимо продумывать принимаемые решения и расставлять приоритеты в направлении деятельности и финансирования. Очень важен еще один принципиальный момент – учет человеческого фактора. Каждый на своем месте должен понимать важность своей работы и отвечать за нее. Глава Анапы рекомендовал уделить серьезное внимание предотвращению ландшафтных пожаров. В этом году ширина опашки полей будет увеличена с 4 до 10 метров. Эта работа в муниципалитете начнется уже в мае. Еще одно поручение – активнее устанавливать виновников поджогов и привлекать их к ответственности. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Анапская антинаркотическая комиссия получила высокую оценку своей работы. Таковы итоги проверки краевых специалистов. Впрочем, были и рекомендации. Их сегодня детально рассмотрели на заседании. Самая действенная борьба с наркотической зависимостью и ее профилактика. Листовки с номерами доверия и стенды о пользе здорового образа жизни можно увидеть во всех школах и клубах города. Акции «Дети России» и «Сообщи, где торгуют смертью» ежегодно проходят в городе-курорте. Как отметили члены комиссии, пропагандировать здоровый образ жизни нужно и в режиме онлайн. Молодежь активно пользуется интернетом и общается в социальных сетях. Здесь, наверное, основная работа – это работать как раз в интернет-сетях, это работа с их аккаунтами, где мы вот такой позитивный контент им предоставляем для того, чтобы они и ходили у нас на наши мероприятия. Каждый год торговцы смертельным зельем придумывают новые способы распространения. Объявление о помощи – очередная уловка. Листовки размещают на остановках, информационных стендах и стенах домов. На самом деле работа очень большая. Это не значит, что ребенка или молодого человека или девушку поймали, заклеймили и все, она по жизни осталась черной уточкой в нашем обществе. Нет, конечно же, идет плодотворная работа, узнается, где, кто, как, может, первый раз, может, кто-то силой затащил, попробует ту или иную таблетку и так далее. То есть все это идет следственное действие, очень большие, тщательные. После этого, если человек все-таки окажется, что он неоднократно принимал наркотические вещества, психотропные и так далее, то, конечно же, он ставится на учет. И впоследствии уже управление здравоохранения и администрация города, а также участковые берут его на контроль. Помочь в работе комиссии может каждый анапчанин. Если вы стали свидетелем употребления или сбыта наркотиков, необходимо обратиться в полицию или по телефону доверия 4-68-82. Звонок анонимный. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапрегион. Минувшей ночью в Краснодарском крае упал метеорит. Свидетелями редкого явления стали и анапчане. Светящийся объект был виден на расстоянии нескольких десятков километров. Одному из жителей нашего города удалось зафиксировать его на камеру. На кадрах можно четко увидеть светящийся шар. По словам очевидцев, метеорит приземлился в районе села Светлогорское, а звук удара о землю был похож на взрыв. Накануне с таким же явлением столкнулись и жители города Хибин Мурманской области. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте, на порегион.ру. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких.